Что мне делать, как помочь меня тебя забыть Та-ра-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та Любить и оставляй меня одну Не отдавай меня ему Об этом я об этом так молю Ребята, всем привет, привет Это какая-то пиратская жизнь С вами как саднина Ай-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ А знаете, что я здесь такая веселая? Разменяла очередной килограмм Та-р-а-та-та-па-т-ра-та-та-та-та-та-т-та-та-та Блин, эта нога, кстати, практически не болит Та-а-ра-та-та-та-та-та-та Короче Настроение по кайфу Настроение по кайфу Да, настроение хорошее Настроение хорошее, Лена Чуть-чуть, чуть-чуть ещё Ещё чуть-чуть скинула А самое важное Я увидела ту цифру, которую я очень давно хотела скоро глядишь еще немножко и цифра на весах будет двузыначный закончился опять жесть мы воды пьем как мы я я в основном еще девочки я потерпела что не сделаю кончик все полегче полегче морально будут новые силы новый я кажется за две недели я сделала то что я хотел я сделала никто у меня но вам я покажу чуть попозже там совсем будет красивая моя девочка это в лишние до 100 200 грамм скину на какая прелесть так надо пожираться у нас здесь вот этот надо тоже доедать если вам захочет есть огурцы и тунет на массаж и поем набора пошел туда ели я прям так поставлю не оставляю меня одну не а там Сейчас, короче, погреем супчиком. Посмотрим, что у меня получилось. Необычный суп без картошки, девочки. Но я хочу попробовать все-таки сделать как-нибудь с кабачком. Мне кажется, будет вкусно. С белком сейчас сделаем суп. Так, сверху немножечко жира. Я не понимаю, откуда жир. Может, кстати, его выкинуть. Лишний жир. Нам не нужен. Смотрите, сколько жира. Выпал. Возьмите как. Ой, выпал. Тик, тик. Дыки, но я лишний жир, но я нехорошо. Сейчас кипяточком зальем. С пырем. Все уйдет. Все уйдет. Отлично. Все, короче, лишний жир вылила кипятком и феррио. Ну, чтобы лишнее убрать. Такой, знаете, был хороший вкусный диетический супчик. Супчик хороший, чисто, знаете, куриный. Зачем лишний жир, правильно? Белов, да, лука здесь, по-моему, будет сейчас особенная. А лишний жир нам не нужен. Лишки с себя убираем и супа тоже. Да, вот такой паранойя я уже доходил. Он опять встал. Хватит там худеть! Угол еще. Хочу и хожу, да. Не оставляй меня. Сейчас, короче, читал новости. Она завратник умерла, капец. Вот так вот. Моя любимая няня. Все-таки рак, который у нее был, ее не пощадил, к сожалению. Как я всегда говорила, девочки, радуемся жизнью, цветем и пахнем. Но, как говорится, радоваться жизни не забываем. Так, надеваем суп. Вот так, сколько она там боролась-то? Я уже лет, наверное, 10, наверное, она уже боролась. Ну, и, как я поняла, она там в плохом состоянии была. Тут вот уже все. Сил больше нет. Не было, не оказалось. Ну, так вот. Ну, так она пожиловала. И, как я это поняла, знаете, вот, кстати, очень много вот... Меня спрашивают, не, ну, что ты там это не делаешь, чтобы туда-сюда. Вот очень часто ходила байка, что многие звезды, как-то Заврать мюк, как-то Жанна Фриске, еще там какие-то звезды. Короче, они сделали эко. И в них тебя потом нашли рад. Вот. Прикиньте. Вот поэтому очень многие вот хоть такие байки. Вот неизвестно. Жанна Фриске быстро нырла. Тоже, кстати, рад был. И тоже, по-моему, мозга, если не ошибаюсь. Вот. Так что страшно не там. Страшно не там. Вот. Еще плюс тоже таблетки тоже. Вот эти вот укола тоже там раки всякие называют. Как-то страшно жить. Страшно жить. Так. Супочек. Супочек. Кстати, не такой, что он и жидкий получился. Либо я всю гущу выновила. Сейчас он закипит, и я его что-то обилка обахнула. Чтобы было бы вкуснее. Так. Я душу черники есть. Полчаса, полчаса до полуночи, мы с тобой снова две звезды. Видите, как спокойно, в медленном режиме, худею по чуть-чуть. Все. Мне килограмм в день не нужен. И КГЦ и 500 грамм тоже много. По чуть-чуть, потихонечку. Как говорится. За пару месяцев я достигну своих целей. Угу. 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 Я здесь, не знаю. А вам, будет или будет. А соль. Есть уже хорошо. Вчера вообще ничего не ела, поуживала и всё. Я вот сейчас попробовала всё. Оставлю, пускай где дает. Но подкладывать не буду. Вообще вот эта баночка, кстати, очень нравится. Хорошая такая. Очень классненькая такая фирма. У них вот эта отжигка классная. Вот и эта, тоже замечательная. Ну вообще вся продукция. Кабачковый икр тоже от них брали. Тоже мне понравилось. Ну вот. Если вам не дядя Ваня. Та-да-дам, полчаса до полуночи. Мы с тобой словно две звезды. Короче, у кого настроение по кайфу? Настроение по кайфу. У меня, короче, недоеденные тарелки. Недоеденные всё тарелочки. Мои тарелочки, недоеденные я. Сюда сейчас подрежу колбаски. Колобасочки, колобасочки. Вчера вообще не перепутываю. Еще вчера немножко позанималась. Немножко. Все, чувствовала нормально. Блин, нога болит. Всё никак не могло. Нет, тут у меня вес как-то по-другому предраспределять. Кстати, еще тоже одна проблема нашлась при похудении. Сейчас посмотрела на свои молнии. Девочки молнии. Вот эти вот части бедра. И прям видно, знаете, уже кожа как-то немножечко она как-то подвисает. Дряблая очень такая кожа стала. У меня как бы, ну, есть целлюлит. Я никогда его не скрываю, не убираю. Но более такая дряблая кожа стала. Мне вот это вот мне очень не понравилось. То, что образовывается такая фигня. То есть кожа не подтягивается. Поэтому придется, скорее всего, если я очень сильно похудею, а придется ее, скорее всего, убирать одновременно пластикой. Ну, и всякие, например, пластиками. Подтяжками. Потому что нифига. Кстати говоря, вот, чем медленнее худеешь, тем лучше подтяжка. Потому что если очень быстро похудеть, как раз там по килограмму в день и прочее, да, там кожа, она вся вот так провиснет. И будет не очень хорошо. Вот, но у меня все равно. Ну, я всю жизнь, знаете, была полная. Я всю жизнь кожа растянута. Это не просто временный эффект был. Знаете, там некоторые там толстеют. Там раз съездили куда-нибудь там в Турцию. Плюс 5 килограмм привезли. И вот они худеют. Но у них кожа еще не успела так растянуться. Поэтому они когда похудели, у них кожа обратно потянула. У меня же, к сожалению, такого вот нет. У меня, к сожалению, кожа, она вот так вот. Вот. Так что, да, есть свои издержки. Но, с другой стороны, кожа. Кожа есть кожа, да. Кажется, пофиг на эту кожу. Но эстетику, главное, здоровье. Эстетика, это пофига. Как говорится, щекосом можно и под одеялом ночью заниматься. Вот так вот. Как говорится, было бы с кем, девочки, было бы с кем. А уж остальные издержки, это так. И это так. Кстати, вот халатик тоже один из халатиков, как он на мне. Ну, все умнее делать, как мне. Чем-нибудь, да, забыть. Я никогда, кстати, так много не худела, на самом деле, в своей жизни. Никогда! Понимаете? Никогда! Да. У меня такой вес был, я не знаю, может быть, когда лет десять назад. Честно, вот у меня спрашивают, какая ты типа была, когда типа с Иваном познакомимся? Я не знаю, я не помню вообще, какая я была. Понимаете? Не помню вообще. Не помню. Не помню. Так, у меня загибает уже, хорошо. И сейчас будет самое интересное, бахнем туда белок. Ах, как хорошо пахнет курочкой. Угу. Так, здесь, как белок, нажимку только его применять. Поэтому, пробуем. Я буду на глазок. Смотрим, что у нас получается. Ну, такой, знаете, как с сопельками. Такой получается белый суп. Ну, как обычное яйцо. Суп добавляешь. Избитые. Что-то вкуснее. Вот, буду добавлять супчик для сытости, для вкусности. По крайней мере, белок в таком виде я могу есть. И вот добавляешь, когда он уже практически готов суп. Вот. Получился. Это белок просто. Можно с мазиком. Сейчас кто-то напишет. Тюля! А кто-то напишет. Ммм. Высокобелковый суп. Очень вкусно. Так что вот. Так что вот проблемка, девочки, с бедрами. Бедра у меня, конечно, так у себя. Мышцы-то есть, но, к сожалению, дряблость в коже присутствует. Вот как бы подтянуть на бедра. Может, какие упражнения специальные для подтяжки. Вот именно в внутренней части бедра. Девочки, подскажите. Буду благодарна. Все. Супчик готов. Белок быстро сворачивается. Можно просто отварить их. Можно, кстати, для красоты, для эстетики сделать вот из белка. Такие как блинчики. Просто порезать его. Такое, знаете, как лапша. Такая получится. Тоже такой вариант. Ну, это жарить надо и так далее. А здесь просто с белком. И все. Все, суп готов. Все, все, все. Минуточку прикипетиться. И все. Вот и вот. Видите, я похудела. Девочки, очередной килограмм разменяла. Да. Надеюсь, я все такая встала. Хотя, что-то это, знаете, сначала прям встала вот рано-рано. Взвесилась. Вес был такой же. Потом, что-то, знаете, пара часиков. Даже не пара часиков. Тащиков с Катриной, наверное, валялись с лаваном. Там играла. Вот я еще пару раз в туалет бегала. Еще раз завершиваю. Я такая. Да! Вес вздет! Не знаю почему, но как-то так. Так. Сейчас надо налить сразу. Сразу налью. Налью. Супцам. Деревцам. Ой, горадцы, какая прелесть, а! Сейчас еще вколю и будет вообще все хорошо. Смотри, я как наркоман уже. Чтобы аппетита не было. Супцам. А то вчера прям реально, знаете, я прям очень кушать хотела. Прям очень очень хотела скушать. Супцам у меня. Тащиков. Вот нем хватит. Без картошки, девочки. Все без картошки. Суп без картошки. С белком, для сытости. Ага. poke что там кушать хочется. Ага. без риса без всяких там этих макарон просто чистого куриный супчик на моих любимых куриных бедрышка с мазиком сайт кусочек но я ем со сметаной вот так будем садиться за стол и по хорошему настроению болеть не скучайте поздравляйте меня поздравляйте и жду ваш совет по поводу бедра что делать или ждать когда уже совсем они провиснутые просто подрезать кожу хотя бы тоже были боюсь всех этих операций по ходу операции будет не сбежать если бы прямо худеть прям сильно сильно ну кстати знаете за две недели за две недели я выполнила задачу которую некоторые выполняют за месяц а я за две недели как я молодец вот так вот так что люблю всех целую весь лечебский пока